привет дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале сегодня обещанное видео будем шить вот такой фартучек он обработан у него все шевчики обработаны на лямочках и застегивается на кнопку по книге ханон в общем то начнем для шитья этого фартука нам понадобится небольшой кусочек хлопковой ткани тонкое кружево и две тонких атласных ленточки ну что ж приступим выкройку переносим на ткань вот мы перенесли выкройку на ткань и сейчас будем вырезать девочки есть один момент когда мы вырезаем ли фартука мы его вырезаем как бы вот таким квадратом вот так мы не вырезаем пока оставляем вот таким квадратом вот так вот мы все вырезали теперь нам нужно отмерить кусочек кружева который вас будет вот здесь и типа по долу кусочек кружева примерно вот такой и еще один кусочек на лиф можно вот так приложить красиво что был цветок или посередине что был цветок я сделал что посередине был цветок прикладываем ткань сверху переворачиваю вот так сейчас мы будем сеть подол откладываем лифт будем подол по этой линии прошиваем зигзагом и по этой прошиваем зигзагом мы прошили зигзагом обметали края фартука потому как у нас в этом месте он прозрачный и чтоб тут не осыпалась ничего мы вот так обметали дальше что мы делаем лицевой стороной прикладываем к лицевой стороне кружева и прошиваем вот мы пришили у нас получилось на изнаночке вот так аккуратненько лишнее кружево мы отрезаем и второй частью фартука делаем то же самое прикладываем к лицевой стороне так и прошиваем простой строчкой вот такая у нас получилась изнанка и чтобы у нас не были толстые швы мы не будем обметывать края мы их будем вот так подворачивать вот так подворачивать и прошивать так подворачиваем вот у нас как получился шов и вот у нас изнаночка и по бокам мы делаем точно так же подворачиваем и прошиваем у нас получилась такая изнаночка складываем и измеряем чтобы у нас было все ровно поверху пройдемся строчкой здесь выставляем на машине самый большой уровень стежка на 4 у меня 4 не знаю как у вас и прошиваем мы прошили на четверки и теперь тянем за одну ниточку как бы присбариваем его наш фартук кто-то прошивает двойным швом ну одно достаточно подол у нас готов теперь займемся лифом лиф у нас с одной стороны гипюровый другой стороны хлопчиковый и две лямки от него идут вы можете сделать абсолютно любые лямки какие у вас будут под рукой у меня вот атласные лямочки поэтому я делаю их значит на лямочках завязываем узелки сначала для чего это делаем для того чтобы когда мы их пришили атлас имеет свойство раскрашиваться если мы не сделаем узелки то у нас просто лямки отвалятся вот чтобы они у нас не отвалились изделие плотненько сделали узелки теперь берем наш лиф и лямки прикладываем вот под эти вот под эти линии и прикалываем на булавочку из другой стороны делаем то же самое вот девочки показываю вам еще раз лямки мы подкладываем под эти линии и закрепляем булавками чтобы они у нас никуда не делись и теперь прошиваем по смотрим чтобы у нас все лежало ровненько и прошиваем по линиям значит мы прошили по линии узелки наши тут постараемся их оставить срезать их не надо и теперь мы спокойно вырезаем так и вот так поэтому мы сначала не вырезали потому что нам было бы очень трудно прошить достаточно мелкие детали у лифа уголки подрезаем чтобы у нас вывернулось хорошо и не забываем сделать несколько насечек на грудине и подмышками чтобы у нас не было скукоживания вот теперь выворачиваем наша палочка готове ткани очень нежные девочки поэтому аккуратненько все так делаем вот у нас получился вот такой лиф девочки и чтобы у нас сверху не отпарывалась мы просто прижигаем вот так прижигаем все у нас получается аккуратненько лиф аккуратненько лиф теперь что мы делаем нам нужно присоединить подол к лифу даваем лицевую сторону к лицевой стороне к кружеву и прикалываем булавочками чтобы у нас аккуратненько все было почти вплотную изнаночной делаем подол и распределяем по всей длине аккуратно закалываем прикололи вот эти кончики ниток мы срезаем чтобы они нам не мешались и прошиваем на машинке по этой линии даже можно 1 миллиметр перед ней 1 миллиметр перед ней прошиваем мы прошили убираем булавки и и подрезаем это чтобы у нас было все аккуратненько даже на внутренней части вот ниточки все убираем они нам уже не нужны ну вот уже почти почти как говорится еще остался один рывок и фарточек наш будет готов дальше что мы делаем сейчас девочки нам надо будет все это дело шить вручную потому что тут на машинке если хотите аккуратно на машинке тут не прошить мы закололи булавками так вот выглядит наша изнанка сейчас и теперь мы прошиваем все в одну нитку по тайным швом прошиваем вот здесь все до конца девочки вот мы значит прошили все это у нас изнаночная сторона и я покажу опять небольшой лайфхак для тех кто не очень любит пришивать кнопки вот нас осталась нитка мы делаем узелок на ней 2 берем кнопку не отрезая нитки сразу же пришиваем кнопку с одной стороны и обрезаем узелки все также кнопочку пришиваем с другой стороны померяем сразу чтобы у нас все было ровненько красивенько и теперь нам нужно прошить вот здесь поверху на машинке и вот у нас сегодня получился вот такой фарточек если хотите чтобы она была у вас немножко темнее можете вы морить его в чае постирать и высушить он будет как будто немного поношенный если вам пригодится мое видео буду очень очень рада всем приятного творчества пока пока